Но начинаем выпуск мы с новостей из будущего. Цены на топливо снова вырастут. Об этом сегодня заявили эксперты. Причина сугубо экономическая. Продавцы бензина пытаются возместить убытки, ведь за 2018 год оптовая цена на топливо выросла на 20%, розничная же только на 10%. Эффект экономического регулирования виден уже сейчас на заправочных станциях. Литр 92-го недавно вновь подорожал на рубль. И это после того, как Центробанк прогнозировал заморозку цен на топливо до конца года. Тему продолжит Юлия Шинкарюк. Цен. Так, впору, переделывать известную песенку, Иркутская область снова привыкает к новым, повышенным ценам на бензин. Болезненно, ведь буквально неделю назад Центробанк прогнозировал, что до конца 2018-го тариф на топливо будет стоять на месте. Но сразу на четырех крупных сетях АЗС в Иркутске произошел скачок. 92-й подорожал на рубль, 95-й на 40 копеек, 98-й на 50. Рекорд за ДИС топливом. Его цена взлетела сразу на полтора рубля. Так что многим владельцам машин теперь приходится экономить. Леже ездить начали. Более стараемся иногда приходить на общественный транспорт. Ну, а так, в общем, в день уходит по полторы тысячи. Возмущает, конечно, повышение цен. Меньше хлеба ешь, больше на бензин тратишь. Больше всего на бензин тратят жители северных территорий, Киринск и Бадайбо. Ценникам в 50 рублей не удивить. Там стоимость дистоплива вовсе стремится к 60. Хотя правительство и заявляло о заморозке цен и снижении акцизов на топливо. Произошло это после волны возмущений по всей стране. Митинги прошли тогда и в нашем регионе. Но застыла стоимость нефтепродуктов ненадолго. Цены на них верны своей цели и по-прежнему стремятся. И это при том, что высокие цены на бензин не устраивают даже АЗС. Вот до чего дошло. В Иркутске одна из компаний месяц собирала подписи под петиции против роста тарифов. Свои автографы оставили более 25 тысяч человек. После документ отправили в правительство страны. Как там отреагировали на обращение, пока неизвестно. Но теперь уже ясно, что это никак не повлияло на ценовую политику на рынке нефтепродуктов. Но несмотря на дороговизну, качество бензина порой оставляет желать лучшего. Таковы данные Росстандарта. Что касается Сибирского федерального округа, то у нас в течение 2018 года проверено 136 АЗС. И на 28 из них выявлены были нарушения. Здесь имеются в виду нарушения, как правило, и по первой части, там, где не касается нарушений физико-химических показателей, и с физико-химическими показателями. Значит, оборотных штрафов у нас в постановлении вынесено порядка 16. В Иркутской области два таких оборотных штрафа. Но, по мнению экспертов, цены продолжат расти и в первую очередь из-за того, что компании пытаются уменьшить свои убытки. Это закон рынка, ведь за этот год оптовая стоимость топлива повысилась на 20%, а розничная – лишь на 10%. Все заинтересованные организации, то есть это те, кто производит нефтедобычу, кто производит нефтепереработку, кто обеспечивает розничную реализацию бензина потребителям. Все три заинтересованных стороны уторговывают для себя рост своих доходов. Поэтому, как сказать, один из операторов, он решил поднять цену. То есть, ну, как бы, тот, кто продает бензин, у них есть мечта продавать бензин 50 и выше. То есть, они к этой мечте стремятся. Изменятся ли эти стремления после завтрашнего заседания правительства, пока не ясно. Но эксперты не исключают, что стоимость топлива для потребителей может стать еще. Кто выше и выше и выше и выше. Юлия Шенкарюк, Владимир Пинаев. Новости по будням.